Уровень средней заработной платы Великобритании вырос больше, чем предполагалось, в то время как уровень безработицы остался неизменным. Во время своего выступления глава Центрального банка Англии Марк Карни сказал, что в ближайшие несколько месяцев уровень инфляции может опуститься ниже 1%. Такая нисходящая тенденция обусловлена экономическим кризисом еврозоны, а также тем, что органы регулирования оштрафовали на 2 миллиарда фунтов 5 крупнейших банков мира за манипуляцию на валютном рынке. Об этом мы собираемся поговорить с ведущим рыночным аналитиком CMC Markets Майклом Кьюсом. Для начала давайте поговорим об уровне безработицы Великобритании, который продолжает оставаться неизменным, начиная с июля по сентябрь. Он составляет 6%. Это самый минимальный уровень за последние 6 лет, в то время как размер средней заработной платы начинает расти. В свою очередь канцлер Джордж Осборн сказал, что такие данные являются доказательством того, что долгосрочные экономические планы правительства работают эффективно. Согласны с этим? Во-первых, зависит от того, о какой именно часть долгосрочного экономического плана правительства вы говорите. Из этого долгосрочного плана являлось то, что необходимо сократить дефицит, чего правительство Великобритании пока не сделало. Что же касается данных по уровню безработицы, безусловно, это довольно позитивная динамика, хотя они не совсем оправдали ожидания рынка. Многие предполагали, что снижение уровня безработицы составит 5,9%. Однако, при всем при этом, число заявок на пособие по безработице продолжает сокращаться. Мы также отметили рост средней заработной платы. Это, конечно же, позитивные данные. Но если говорить в целом, то, скорее всего, что ситуация на рынке более нейтральна. Мы не видим пока небольшого улучшения, небольшого ухудшения. Мы двигаемся в правильном направлении. Я думаю, мы получим уровень безработицы на уровне 5,9%, но это займет чуть больше времени. Согласно предварительных прогнозов, рост СВП Великобритании в 2015 году составит 2,9%, а в 2016 году он будет в размере 2,6%. Как вы изначально отреагировали на такую акцию с Центрального банка Англии? Для меня это не было неожиданным. На сегодняшний день мы наблюдаем замедление экономического роста в странах еврозоны. Также данные по Великобритании, которые были не так давно представлены, не оказались положительными. Такая нисходящая тенденция, безусловно, обусловлена ситуацией с экономическим кризисом в Европе. Опять же, я повторюсь, такое отчет Центрального банка Англии меня не удивил. Марк Карни также отметил, что существует риск нисходящего давления со стороны слабого валютного курса евро, что, в свою очередь, может негативно повлиять на объем экспорта Великобритании. Как в дальнейшем это может отразиться на отношениях между Великобританией и ЕС? Я не думаю, что это сильно повлияет на взаимоотношения между Великобританией и ЕС. Во-первых, экспорт в страны ЕС – это всего лишь небольшая часть от доли ВВП Великобритании. Мы экспортируем в такие страны, как Китай, США. К тому же, на сегодняшний день мы наблюдаем экономический подъем в США. Безусловно, слабый валютный курс единой валюты приведет к некоторым последствиям. Но я думаю, что этот риск немного преувеличен. Это означает, что мы не почувствуем большого давления. При этом я бы не хотел недооценивать риск, который может быть вызван замедлением торговой активности в пределах Великобритании. В основном, около 75-80% от всего ВВП страны приходится на потребительский сектор. Оставшиеся 25%, на которые будет оказано нисходящее давление, конечно же, могут повлиять на экономическую ситуацию в целом. Но последствия будут небольшими. Давайте вкратце поговорим о том, что органы регулирования Великобритании и США оштрафовали на 2 миллиарда фунтов в 5 крупных банках мира за манипуляции на валютном рынке. Насколько ожидаема была такая сумма штрафа? Я бы сказал, что такая сумма штрафа не стала большим удивлением для всех. О том, что регуляторы, скорее всего, оштрафуют банки за манипуляции на рынке, Форекс, было известно раньше. Поэтому некоторые банки опубликовали документы, из которых следует, что они увеличили свои резервы для урегулирования ретензий. Что же касается непосредственно самого штрафа, я думаю, что некоторые суммы взыскания были не такими большими. К примеру, американский банк ACBC была оштрафована на 217 миллионов британских фунтов. В свою очередь, RBC обязана выплатить 216 миллионов фунтов. Размер взыскания оказался не таким большим, этому может стать причиной дальнейшего несоблюдения соответствующих требований, которые установлены органами регулирования. Майкл, всем вам большое, что наше время с нами пообщаться. На сегодня все. Оставайтесь в Дукасской ПТВ и забывайте, что наша статистика обновляется каждый час. Субтитры создавал DimaTorzok